Миры нет. Почему это практика? Хотя это сейчас модно. Здравствуйте. Называть, говорить духовные практики, практики. То, что вообще не является никакой практикой. Мы должны различать практику и теорию. Это ведь разве вопрос практики в преобразовании мира или отражение его? Можно рассматривать религию как форму отражения мира? Ну да. Ну, так это практика, если я отражаю. Я на вас смотрю, и вы у меня в голове. Ну, у религии есть две остальные. То есть, фактически, это церковь, ритуалы. Ну, ритуалы – это уже не религия, это уже церковь пошла. Но все-таки религия не сводится же к ритуалам. Правильно? Ну, как-то надо вот сейчас с ритуалами-то взять. То есть, я к вам какие требования проявляю? Как к философу, который изучает религию. Правильно? Вы говорите, я религовед. Вед – это что значит? Ведать, знать, понимать, исследовать, изучать. Да? Вот вы исследуете, изучаете, понимаете. Я до вас спрашиваю. Как бы, вот я человек не из этой специальности, но той же специальности, что и вы. Потому что у нас факультет какой? Философский. Вот можно сказать, что вы философ или нет? Чего? Нет? Уходите тогда. Если нет… Это кто-то просто религоведует? Что-то вы-то… Не просто религоведует. У нас философский факультет. Религоведение можно изучать прекрасно в семинарии. Можно в академии духовной. В чем особенность-то обучения? Есть философский факультет. Он наукой занимается или религией? Наука. Наука. И какая наука? Вот наука, как называется наука, которая занимается на философском факультете. Тут много всяких вещей. А наука-то какая? Философия. Философия. Философия бывает теоретическая. Например, антология. Наука бытии. Вот они изучают. Есть наука опознания. Как называется? Эносеология. Вот тоже теоретическая наука. Есть такая, которая изучает общество. Например, вот наша кафедра, которой я принадлежу. Кафедра социальной философии и философии истории. Испанцы, вас включено, да? Так, кафедра такая. Значит, мы философы какие? Социальные философы. Мы знаем, что мы философы, но мы не все изучаем. Потому что есть кафедра, скажем, науки и техники. Она изучает философию чего? Природы. Правильно? А не философию общества. Хотя, ну, наука и техника. Техника, если техника, это уже явление не только природы. Это вот изучает человеческую практику. Потому что техника – это средство производства. А средство производства – это главное средство преобразования мира. Поэтому они изучают уже… То есть, они в известном смысле тоже затрагивают социально-философские проблемы. И даже такие, которые являются определяющими для других сторон деятельности. Вот. Есть люди, которые изучают… Вот культурологи. Что они изучают? Культуру. Вот. Я, поскольку преподаю на всяких разных отделениях, я мог убедиться, что вот конфликтологи, они не знают, что такое конфликт. Культурологи, они не знают, что такое культура. К историкам придешь? Пройдем эксперимент. Вот история – это что? Наука. О чем? Наука, да, о чем? Что изучает история? У нас вот наши соседи должны знать, мы соседи. Прошлое. А? Прошлое. Прошлое. То есть, она изучает то, чего нет. Во всей целости. Правильно, да? То, что было. Во всей целости изучает то, что было, то есть, то, чего сейчас нет. И вот они, значит, вот давайте возьмем ваше определение как рабочую такую гипотезу. И вот вы там сидят историки, а вот я его не тоже начал в среду, в среду, тоже их спросил, ответ вот точно вот один. Вы попали прямо в десятку туда же. Я говорю, ну хорошо, но вам-то что, вы не историки, а они закончат. Нет, пойдут в какую-нибудь фирму работать. Приходит генеральный, вот у тебя генеральный. Он сидит такой солидный и спрашивает, а что вы изучали? Мы изучали то, что было. Ага. Значит, вы изучали то, чего нет, да? Знаете, что нам такие люди, которые знают то, чего нет. Сколько лет изучали то, чего нет? Четыре года, да? Нам такие специалисты, которые знают то, чего нет, не нужны. Вот я спрашиваю наших дорогих историков. Ну как, специалист, который, в общем-то, знает, как даются определения, и даже что такое определение. Что такое история? Хотите, я вам расскажу? Что? Хотим. Ну, записывайте. История – это наука, которая изучает современность, как результат предшествующего развития человечества. Красивее же это получается, а? Да. И тогда вы приходите к нему, вы говорите, я современность изучаю, как результат предшествующего развития человечества. Все остальные изучают современность без корней. Поэтому они легковесные, они глубоко. Вам нужны люди, которые глубоко понимают современность? Да, нам такие люди нужны. Вы же идёте продавать свою рабочую силу. Вы как будто собираетесь продавать. Никто не купит такую ерунду. Это относится к тому, хотя это вроде как у нас не буквально тот самый контекст, но мы же ведь… Какой у нас предмет сейчас, сегодня? Анализ классических. Анализ классических. Я говорил, что просто мы берём этот, а есть другие люди, которые изучают Платон, соответствующие произведения. Есть ещё другие произведения. У нас важно анализировать. То есть мы должны быть внимательны, так сказать, к глубине рассуждения, к глубине мыслей и так далее. А тут вот товарищи. Значит, вы, кстати, философ, не философ? Нет, религиоз. А? Религиоз. Как вы поступали? На какого философа перелегии? Так философии? Нет, на факультет какой поступали? На философский. Ну, так что вы? Вы поставили на философский факультет? Как вы понимаете связь общего и частного? Вот вы поступили на философский факультет. В нём есть разные подразделения, отрасли философского знания. И до того вы углубились в знания, что забыли, что вы философ. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это мы не потерпим этого. Но пасаран. У нас есть все средства для этого. У нас государственный университет. Знаете, что такое государство? Государство, машина, насилие. Когда говорят, что у нас государственный университет, что хотят сказать? Вот вы не зайдите за счёт вас, выгонят. За что? За то, что вы не знаете, что здесь на философском факультете занимаются философией. Но кто такие религиоведы? Вот мы здесь уже выяснили. Религиоведы – те философы, которые изучают религию как социально-культурное явление. Так? Вы согласны с этим? Тогда сидите здесь. Если не согласны, вот, дверь открыта, пожалуйста, что-то нет. То есть будьте принципиальными, тогда хлопнули дверью громко только. Ещё такого нарушения нет, никто это не привлечёт. Правда? Ну, немножко поспорили с преподавателями. Мы говорили, мы свободные люди, правда? Я своё говорю, вы своё. Раз, раз, и пошли. А у вас тоже религиоведы? Музей ведения. А? Музей ведения. А, музей ведения. Сейчас вот мы спросим, а что такое музей? Сейчас вы увидите, будете смеяться. Так. Я преподавал тоже музеологов. Я уже знаю эту картину. Ну-ка скажите, что такое музей? Музей, это институт памяти, хранящий культуры наследия прошлого. А, институт памяти, хранящий, чего? А, культуры наследия прошлого. Понятно. И закройте дверь на замок, чтобы уж хранить как следует, чтобы не мешали. Раз это институт памяти, хранящий наследие прошлого. Это склад культурных ценностей. Знаете, вот в Эрмитаже есть подвалы. И там в этих запасниках хранится очень много вообще хорошего. Сами знаете, да? Кое-что оттуда и достают, и в связи с тем, что там военных прогнали, вот туда там теперь размещают. И там, в отличие от того, что вы сказали, размещают не чтобы там хранить, а еще для чего? Изучают. А? Изучают. Два. Молодец. А еще для чего? Посмотрите, сидят, как эти черви художественные, они хранят и изучают. А от народа скрывают. Вы что сказали-то? Народ где? Да, еще показ. А? Показ. Ну, слава богу. Вот, знаете, как раз. Вот, ведь человек творчески подходит. Правильно понятно. Итого, что мы получили. Вот теперь можете записать определение музея. Это такое общественное учреждение, которое, а, сохраняет историко-культурное, собирает сначала. Это вы не сказали. Прямо сохранять. Вот мы будем собирать, а вы будете хранить. А вы, значит, так вот будете к этому как потребитель относиться. Идите, поищите сначала. Вы же музейный работник, пожалуйста. Ну, только вы не такой практически, а вы еще и теоретически музейный работник. Музеолог. Логос – это знание. Вы знаете, что такое музей. А вы не знаете, что такое музей. Как я говорю, музеология, если не знает. Но вы-то, в общем, так сказать, тем не менее, вы, подумав, пришли к правильным выводам. Мы можем фиксировать. Музей – это такое общественное учреждение, которое, а, собирает историко-культурное наследие. Раз. Ну, в том числе и художественное, конечно. Б. Сохраняет, это вы сказали. В. Изучает. Обязательно. Там есть научные работники, да, они изучают. И? Пропагандирует. Ну, показывается. Ну, просто показывает. Ну, пропагандирует. Вы же должны не просто звать, призывать людей. Показывает. Если придут, мы вам покажем. Не приходите, ну и ладно. Мам тише, спокойнее, мы будем сидеть, изучать. Ну, музей должен какую-то тоже проявлять. То есть, он должен организовать выставки, сообщать об этом народу. Да? Воспитывать его. На историко-художественных ценностях прошлого в том числе. Вот видите, как у нас получилась хорошая картина. Теперь вы знаете, кто вы такая. И я знаю, кто вы такая. Так. А вы тоже музеолог? Да. Ну, вы тоже знаете, что такое музей? Да. Так. Вот религия, давайте еще раз все выясним. Что такое религия? Если вы сейчас пока затрудняетесь, давайте вас спросим. Раз вы религиозный, а вет, вет, это знающий. Раз вы знаете, что такое религия, ну и скажите, что это такое? Это комплексный феномен, который... Комплекс чего? А, комплексный феномен. А феномен – это явление. Перевожу для тех, кто не знает иностранный русский язык. Перевожу. Явление, комплексное явление. То есть, сложное явление так. Но это тяжело определить. Тяжело определить. Религоведам тяжело. Вот музеологам легко. А религоведам тяжело. Они уже находятся на третьем курсе. На третьем курсе религоведения. А я пойду. Ну, нам бить-то запрещено студентов, но их так критиковать разрешено. Потому что студент должен, ну, расти. Зачем это я делаю? Чтобы вас, так сказать, принизили возвысить. У меня какая задача? Ну, вот если у меня будут хорошие студенты, мне плохо будет или хорошо? Хорошо. Ну, я скажу, вот она у меня училась. Она уже теперь будет премьер-министр скоро. Потому что она выросла на этом. Значит, вот вы учились. Итак, что такое? Какое явление? Давайте. Которая включает в себя веру в всеобщественную силу. В веру в общественную силу. Вот, например, Наполеон говорил, вера в победу есть фактор в победу. Значит, Наполеон религиозный деятель. Это общественная же сила. В веру в сверхъестественную силу. Сверхъестественную силу. Вот. Вера в сверхъестественные силы. Это вообще, ну, это хорошее, да. Это понимаю. Которая включает в себя культ. Что? Которая включает в себя культу в обрядовую сторону. Культ. Еще что? Обряд. Обряд. И ритуал. 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 Ну, а сверхъестественные силы, они как связаны с познанием, с сознанием, с человеком? Это форум познания. Форум познания или отражение мира? Да, форум познания и отражение. Значит, вот хочу обратить ваше внимание, как коллеги, поскольку вы все-таки философ, как выяснилось, который изучает религию с философских позиций. Поскольку у нас есть еще жить. То есть у нас христианский университет есть? Есть. Там по-другому. Там изучают определенную религию и могут при этом применять там философию и так далее. Мы изучаем с философских позиций эти явления. Музеология, конфликтология. Конфликтологи приходят. Вы кто? Тоже понимаешь, мы за конфликтология. Что вы только дураки и конфликты изучили? А вы кто вообще? Ну, с каких можно? Можно экономические изучать, раз на экономическом факультете, правильно? Можно философских изучать. На философском факультете. И одни и те же с предметом, а у предметом того, другого, третьего и так далее. Вот вы изучаете с философской точки зрения религию. И уже сказали, что с форм познания. Хочу обратить ваше внимание на то, какую формулировку употреблял Гегель. Есть такая работа «Феноменология духа». Феноменология – это то, что вы сказали. Феномен как раз. Дух. Дух. Тоже хорошо. Все близко к этому. И вот он говорит, что есть три формы постижения мира. Обратите внимание, не познания, а постижения мира. Почему? Вот сидят люди, не дадут соврать, что вот в искусстве постигают не путем познания, а не постигают сердцем. Вот пришли на концерт и послушали. Вот мы трое были, и у каждого разные мысли в голове. Что одинаковые, что ли? А всем понравилось. Вы о своем думали, вы о своем, я о своем. Но мы одухотворенные пошли, обогащенные. Это постижение мира. Постижение мира. Или пришли смотреть картину. Вы как увидели картину, вспомнили то, то, то. А вы подумали о будущем. А я подумал о тем, кто думает и о будущем, и о прошлом. Мало ли кто о чем подумал. Но картина дает многозначное толкование, да? И отражение действительности. Поэтому это форма постижения мира. А есть религиозное постижение мира, как вот нам, товарищ, квалифицированный в области ведения религии, то есть знание религии, как он нам сказал, значит, религия, она это, и так вы тоже скажете, сверхъестественная. Но какое сверхъестественное? Это отражение, то есть постижение существующего мира. Только этот мир надо представить, как мир, земной мир, с помощью воображения и фантазий людей, возникает, изображается, как мир сверхъестественный. То есть это тоже форма постижения мира. Вот нельзя сказать, а, религия, это ерунда все. Ну как ерунда, когда значительная часть истории человечества и культуры прошла в религиозной форме. Правильно? И это касалось и руководства государства, и ведения каких-то семейных, хозяйственных дел, то, так сказать, заключение браков и расторжения, так сказать. Если вам церковь не дает развод, то и не дает. Это вам не то, что сейчас написал заявление, и все, больше не хочу. А сейчас другие вещи придумали, брачные договоры. Дескать, вот мы с вами женимся, а я олигарх, у меня 15 миллиардов. А вдруг мы с вами разведемся? Давайте так, мне все заводы и корабли, а вам магазин. И записываем брачный договор. Если что, вам свое, мне свое. Потому что сейчас, при обычном браке, как делится имущество? Пополам. Однажды я ехал в поезде на заседание Российского комитета рабочих. И с нами ехал рабочий из хлебозавода Сестрелецкого. Ну и мы там обсуждали вопросы, вот эти, в том числе, брачный, семейный. Что вот как получается, что вот богатый, сегодня у него одна жена, завтра другая жена. Ну и там сверху молодая женщина говорит, а я бы вот хотел выйти за богатого. А вот этот рабочий, который с нами ехал, Николай Павлович француз, говорит, да, вы бы хотели. Вы из него выйдете замуж. Пройдет 4 года, и через 4 года вы будете для него старый, он вас бросит и возьмет. И так. И она поняла, что это так и есть, и так и делает, и так и бывает. Церковь, вот как форма постижения мира, она следила за тем, что если вы хорошо подумаете, потому что, я сказать, браке заключается на небесах, а как мы можем расторгнуть то, что на небесах? Это же высшие силы, да? Если высшие силы, как же мы можем расторгнуть? Это интересное дело. Если у вас не высшие силы, ну тогда идите куда-то. А так нет. Короче говоря, эта форма, маленькая поправка к тому, что вы сказали, не познание, а постижение мира. Потому что познание – это такой лобовой, прямой такой ход, что мы… И вот о науках, говорит Гегель, вот три формы постижения. Религиозные, в образах, религиозные, в образах и в понятиях. Вот мы на философском факультете, дорогие товарищи, постигаем всё в понятиях. Если у вас понятия чего-нибудь нет, надо это восстановить. Если нет понятия религии, или нет понятия искусства, или нет понятия музея, то есть надо это поправить. Мы уже вот сейчас поправили, за короткое время. Вот в чём польза должна быть нашего этого курса, что мы не занимаемся каким-то другим делом, не бросаем своё любимое дело. Это вы хотите изучать с философской точки зрения религию. Ну и изучайте. Ну вы должны её изучать, ну как философ, то есть с пониманием, с точными формулировками, с определениями. Ну вот, чтобы вам затруднить дело, могу вам дать определение определения. Почему затруднить? Потому что кажется, что это облегчит, но оно трудно вообще воспринимается. Но я вам сначала затрудню, а потом облегчу. Потому что я сначала вам сформулирую так, записанно у Гегеля. А потом постараюсь растолковать. Вот даже всякие религиозные деятели, они растолковывают же Писание, да? А я растолкую вам науку логики. Поскольку это постижение в понятиях. Вот определение определяется так. Качество, которое есть в себе, в Ростом, нечто. И сущность, она находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нём бытием. Называется определением. качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием, называется определением. Это вот этим пользовались и Маркс, и Энгельс, которые писали вот эту работу, которую мы изучаем, таким определением, определением, и знали, что это такое. Если вы обойдете в интернет, щелкните там определение вам, какой-нибудь выскочит из какого-нибудь словаря, совсем другое понимание, что это совокупность признаков, свойств и так далее, там целый мешок со свойствами и признаками. Но признаки есть, преступления, а преступления не было. Бывает такое? Как же можно через признаки давать определение? Вот у преступницы, которая разыскивает, у нее два глаза, нос, уши, рот, и она шатенка, и смотрю на вас. Это определение что ли? Нет. Ну мало ли, у вас другие всякие, более глубокие вещи. Обратите внимание на начало определения. Это качество. Вот качество. Допустим, порядочность, это качество. Вот вы порядочный человек? Честно только скажи. Нет? Сомневаюсь. Не понял, все-таки. Да. Да, но слава богу. Ну, бывает, что не всегда это получается. Да, бывает. У всех же бывает. Ну, с кем не бывает? Знаете, как есть такая притча, как евреи хотели побить каменью грешницу Марию Магдалину. Помните, да? Угу. И вот идет Христос. И видят, они ее бьют, а там же обряд-то в чем состоял. Побить надо не просто свобить, а убить. Вот он говорит, кто без греха, тот тут бросит в нее камень. М? Евреи. Кто без греха, пусть тот бросит в нее камень. И все остановились. А что, а кто без греха? Так, встаньте, кто без греха, и выйдите, потому что это лагунэй. Все остановились. И вдруг летит сзади камень. Бац, в эту Марию. Христос поворачивается. Мамочка, сколько раз я тебя просил, когда я работаю, не надо мне мешать. Значит, порядочный. Вот качество, порядочность. Это у вас сегодня вы порядочные, а завтра непорядочные, потом опять порядочные, потом непорядочные. То есть, чтобы вас считать порядочным человеком, по определению, надо, чтобы это качество было не случайным, а устойчивым. Да? Вот это выражается словом «в себе». Представляете, качество, которое есть в себе, в простом нечто. Кажется, что это какая-то придумка. Довольно дикое такое высказывание. Качество, которое есть в себе, да? Непонятно? Сейчас я вам буду демонстрировать, что такое «в себе». Так, вот вы сейчас в себе или не в себе? В себе вроде бы. В себе, да, вроде бы. Вроде бы или в себе? В себе. А что значит «в себе»? Я себя осознаю. Ну, еще бы не хватало, чтобы вы себя не осознавали. То есть, не потеряли сознание. Ну, это правильно. Вот то, что вы сказали, это правильно. Правильно. Но это еще не все. То есть, вы равны самому себе, правильно? Самой себе. А бывает человек не в себе. Показать? Сейчас я выйду из себя. Ну, что вы не знаете ничем, мои веды? Так, это я вышел из себя. Ну, так в языке. Мы же язык изучаем, да? На вас не буду кричать, а то я совсем... Ну, вдруг вы умрете, а меня накажут. Жалко мне себя. Приходите вы к секретарше. Деканат. Зайдите. Мне нужно то, 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 то. Говорит, сейчас я приведу. Приду в себя. И тогда с вами поговорю. А где ты была? Приду в себя. То есть, вот это слово «в себе» означает только одно – равенство с собой. Если я вышел из себя, и вдруг вам стало не по себе. От наших всех вы занятий, и вдруг вам стало не по себе, мы пошли скорую вызывать. То есть, вы не стали такой, какой были обычно, что-то с вами стало нехорошо. Правильно? То есть, в себе, если вы... Окажется, что это не просто такое дикое какое-то слово, которое непонятно что выражает. Это широко использование в русском языке. И не только в русском, и в любом другом языке. Потому что логика изучает язык, а не французский, не немецкий, не итальянский. А язык человеческий. Значит, в себе вы сие – это равенство с собой. Вы равны с собой? Вот мы с вами будем заниматься полтора часа, и вы собираетесь все быть только равны самому себе, и все. Если вы будете все равны самому себе, равны самому себе, равны самому себе, это что означать будет? Два есть варианта ответа. Или что я плохой очень преподаватель, я ей объяснял, объяснял полтора часа, она как была с такими знаниями, так и осталась равной себе. Или второй вариант для вас неблагоприятный. Я нормальный преподаватель, а вы попались такая студентка, что сколько я вот не пытался вас перестроить, построить, подвигнуть, а вы все равно равны самому себе. Поэтому, если я на вас нажму, вы признаете, что вы еще и не равны самой себе, если вы занимаетесь. Вы же хотите больше знать, все больше. Но если вы больше знать будете, то вы же не равны самому. Вот вы давали одно определение, сейчас взяли другое. Вы, значит, вы не равны самой себе. Тут есть другие опасности. Не равны? Ага, сейчас я с тобой. Так, документы есть с собой? Какой? Какой есть документ? Есть? Зайти их, потому что это на ту девушку, которая раньше была. А вы же совсем другая. Не надо пользоваться чужими документами. Гражданка, отдайте сюда. Я, как профессор, пока в треканойке и право, у меня такое звание ученые, я хочу тут порядок навести. Тут, конечно, не равны саму себе. Уже совсем другой человек. А почему у вас документы? Есть документы, деканаты, сдайте документы. Не хотите? Мне хотите, деканаты. Получите новые, приходите. Обогащенные. Вот была знающая, что такое, не знающая, что такое музей, теперь знают, что такое. Другой человек. Качество, которое в себе, в простое нечто, и сущностно находится, не внешним образом, в единстве, а сущностно. Не потому, что вот мы сюда пришли и с вами разговариваем, а вы порядочная сущностно. Это у вас внутреннее, которое и вовне проявляется. Вот в себе бытие, иногда говорят просто «вы» или «в нем бытие». Другие моменты «в нем бытие». Когда вы говорите «вы», то значит, это вы указываете, что есть и «вде». То есть, если вы порядочный человек, то это проявляется и в ваших поступках. Согласны? А если в ваших поступках не проявляется, а вы считаете, что вы порядочный человек, не надо нас обманывать. Согласны? То есть, определение чего-либо, это то, что сохраняется в изменениях. Что бы ни происходило, вы все равно порядочный человек. А то бывает так. Как все хорошо, вы порядочный. Как, если что, что-то плохо стало с кораблем, с факультетом, со страной. И вы побежали. До свидания, я полетела. Мама заболела. Все, я полетел в другую страну. Раз многие уже улетели. То есть, если порядочность у вас определения, то вы должны это, то это определение проявляется и вовне. А если ни в чем не проявляется, то это, извините, не определение. Ну, хорошее определение, определение. Глубокое. А есть другое понятие философское, более простое – определенность. Определенность человека, знаете, в чем? Определенность – это то, что отличает его от других, от всех других животных. Кстати, вы животное или растение? Животное. А то у меня тут был студент, конфликтолог, он не согласился, что он животное. Я говорю, ну, значит, вы растение. Других вариантов-то нету. Можно дальше говорить, какое животное – общественное, трудящееся, говорящее, разумное. Но если вы не животное, то вы растение. Ну, вы не береза, не сосна, а я не знаю, тля, что ли, я не знаю, что вы. Кто с собой представляете? Лиану. Вот таким образом определенность я вам сообщу, в общем, человека. Наличие мочки на ушах. Нет других животных, у которых мочка на ушах. Как это появилось? Может быть, женщины за многие века с помощью украшений оттягивали, оттягивали свою шубака. Это не стало передаваться по наследству, в том числе и особо мужского пола. И поэтому это определенность человека. Ну, не определение, правда? В этом нет ничего такого глубокого. Юрий, у меня сейчас лекция, я как будет перерыв позвоню. Хорошо? Спасибо. Товарищ Панков из Москвы, из газеты «Совершенно секретно». Так, ну вот, вот мы обогатились слегка философским знанием. Имея в виду, что мы философы, и нам нужен глубокий взгляд на тот предмет, которым мы непосредственно занимаемся. А философы бывают теоретически прикладные. Релеговеды – это теоретические философы или прикладные? Социальные философы – теоретические или прикладные? Тоже прикладные, как я. Релеговеды – прикладные. Музееведы – то же самое. Ну, понятное дело. И что тут непонятного? Ясно. И вы, и философ. Что вы? У вас две специальности, а так была одна. Только у вас это широкая специальность философская. А в этой специальности вы еще вот. Ну, вот физик, допустим, если физикой занимаетесь, ездим, занимаетесь физикой твердого тела. Но он-то не знает, не забывает, что он физик. Что, вообще физики, которые ничем конкретно не занимаются? Нет, он что-то решает. А вот физикой полупородников занимается. Вот такой вот физик. Правильно? Так, ну вот мы знаем теперь, кто мы. Нас тут уже, знаете, мы геологи знаем, кто. Философы знаем, кто. И я поставил перед вами какую задачу, что мы будем анализировать классический текст. И прежде чем мы приступим непосредственно к немецкой идеологии, мы будем анализировать совсем короткий документ, который, с одной стороны, очень короткий. Нельзя сказать, что его я не прочитал. Как его можно не прочитать? Чуть читать-то нечего. Даже можно сейчас прочитать. Это, во-первых. А во-вторых, он достаточно серьезный, потому что на этот документ многие ссылаются, обращаются. Он относится к историко-культурному наследию. Потому что он лежит в основе вообще появления целой широко распространенной концепции, которая по своей распространенности сравнима только с религией. Потому что есть вообще-то два типа мировоззрения. Либо научное мировоззрение. И кроме марксистского мировоззрения, научного мировоззрения больше нет. Последовательно. Скажем, все виды антикоммунизма, они существуют, пока коммунизм есть. Вот, например, как рухнул социализм в Советском Союзе, куда-то пропал и антикоммунизм. А как вы будете? Он держался на том, что я против, против, а чего против? И нету этого. Ну и нету антикоммунизма. Вы заметили, что нет сейчас антикоммунизма? Ну, такой бытовой есть, а так, в общем-то, и нет. Ни в чем особенно и не проявляется. А религия, она на все вопросы отвечает. Если вы что-то хорошее сделали, значит, такова воля Божья. А если вы сделали поступок, на который намекали, что у вас бывают такие поступки, черт попутал. Спросите меня, почему я так вот выступаю? Почему у меня лекции не такие плохие? А потому что с Божьей помощью. Все, это очень удобно, это хорошо. Скажите, я как-то шел по Невскому, и тут идут, знаете, проповедники там ходят, христианство проповедует, но другую вещь западную. Или книжка такая. Я взял, иду дальше, и читаю. Интересно же так. И читаю. Там Бог-то думает о вас. Он знает вас. У него есть хороший план вашей жизни. И так мне стало тепло и хорошо. Так я шел один. Никого со мной нет. Еще далеко до факультета. Тут хоть друзья-товарищи, а там один, я там толпа. А тут обо мне думают. И есть хороший план моей жизни. Вам бы хотелось, чтобы там кто-нибудь имел хороший план вашей жизни, а у вас все бы тогда получилось. Хорошо же, правда. Идите на религия. Что вы думаете? Хранить какое-то там все это. Сохранять, закрывать. Выставки. И вот люди нашли хорошее себе занятие. То есть, поскольку это форма постижения мира, поэтому, скажем, человек, читавший Библию, конечно, обогатился. И это правильно. Это, конечно, это явление культуры, это знания, которые собирались, они пока собирались вот такие тексты религиозные. Правильно? Это потом наука отделилась и стала отдельной. И уже ученые с Божьей помощью открытие делали. Сказали, Бог, Он не сковывает нашу волю, мы должны только экспериментировать, изучать, не возлагать ответственность на Бога, а мы сами должны решать, открыли, не открыли и так далее. Ну, с Божьей помощью. Это уже позиция естества испытателей. Они как-то так от религии отошли. Основная масса. А с другой стороны, вот сейчас, в связи с тем, что вот в той же самой России коммунизм не является господствующей формой идеологии. Более того, никакой нет господствующей идеологии. По Конституции нет. То есть вот сейчас обеспокоенные этим товарищи в Думе говорят, как-то надо какую-то идеологию придумать. Тут пытались придумывать, товарищи-философы, прогрессивный консерватизм. В том числе наш бывший декан, член Совета Федерации. Кто он был? Шалонин. Он как-то меня встречает в коридоре. Слушай, говорит, Михаил Ильич, напиши статью про консерватизм. Я написал. Консерватизм – хорошее дело. Еще не все же у нас разломано, уничтожено. После 90-х годов. Давайте хоть сохраним то, что есть. Это слово «сохраним» – это же сохранение, да? Консервация. Давайте мы за консерватизм. Хоть сохраним, и то уже хорошо будет. Чтобы не доломали. Потому что там не одумать, чтобы что-нибудь построить. Вы знаете хоть один завод, который построен в 90-х годах? Слышали такое явление? Ну, вы-то небожители, вы изучаете религию. А что вам знать про заводы? А они бы узнали сразу. Они сохраняют. А что сохраняют? Ну, невозможно сохранить. Распадается и все. Распадается, продают. Прямо вот эти крупнейшие заводы. Убирают. И на их месте, скажем, ЗИЛ. 120 тысяч было человек. ЗИЛы ходили по всему Советскому Союзу. Так сказать, возили грузы и так далее. И все время были спросом, пользовались. Ну, там разрезали цех роботов. Заключение. И станину, которая сразу раз, могучий такой штамп, который делал станин, тоже разрезали, чтобы уж не возродили. Чтобы не было. Давайте будем просто продавать нефть и покупать за рубежом автомобили. Но, к несчастью, к несчастью, наши автомобили, которые производятся у нас в Татарии, да? Как называется? Грузовые. Камазы. Неизменно выигрывают все Дакары. Ни разу ни президент, ни премьер даже не поздравил завод. То есть, команду прижал. Дмитрий. Наш премьер. Поздравил команду. А завод как бы ни при чем. Ну, это же выдающееся явление. Правда, я как-то был в Мамиле и со всеми проректорами здесь, и с ректором беседовал. Она говорит, ну, это специально подготовленные автомобили. Я говорю, а что во Франции, вы думаете, вот едет грузовик какой-то французский по Парижу с мешками. Мешки сбрасывают и сразу грузовик на Дакар. Его не подготавливают ради к соревнованиям, как вы думаете? Такие взрывы. Может быть, чтобы кто-то ехал на мировое первенство? Не подготавливают. Это явление. Но, а больше других нет. А что касается легковых, вот тогда Владимир Владимирович, он ездил на желтой ладе, чтобы показать, что вот у нас есть своя машина. Ну и где наша машина лада теперь? Для кого он выходит рекламу сделал? Как? Кто собственник автоваза? Кто знает? Вот товарищи, они все сохраняют, и они должны знать. Кто? Ну, эти люди не знают. Они говорят, ну, у нас другое постижение мира. Европейская компания. А? Да. Не только европейская. Рено-Ниссан. Ниссан – это компания. Японская. Рено-Французская. Японо-Французская – это производство. А наши государства им дотации дают. Чтобы Рено-Ниссан благополучно получало свою прибыль. Вот картина дня на сегодняшний день. Еще у нас есть УАЗик. Он считается, он принадлежит во многом нашим Ростехнологиям. И поэтому мог бы считаться и нашим. Нашим хороший автомобиль. Легковой. Или последний, который можно считать российским. И особенным спросом пользуется газета «УАЗ Патриот». И «Патриот» написано по-английски. Если по-английски написано в модели, то он патриот какой страны? Объясните мне. Много надписей, как вы думаете, в Вашингтоне на русском языке? Чего-то я не видел. А у нас еще на иностранном русском пишут. «Кофе хаос». И даже людям, которые английский язык знают «хаос», ну я могу перевести вообще-то. И даже доклад делал на международной конференции на английском языке. Но меня переергивает, когда я спешу «хаос». Чего вы такое написали? Ну хотите. Само. Или там, скажем, «Бестро» – это от какого происхождения слова «Бестро»? Не знаете? «Бестро». Да. Не знаете? Ну вы сохраняете наследие. Вот когда наши войска… «Бестро»? Вот. Да. Французская. Не французская. Наши быстро наступали во Францию. Я не раз забегала в какую-то французскую, закусочную. «Быстро, быстро, 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 быстро». И дальше наступать. И это вот французы стали называть тогда, после этого нашего наступления и освобождения от Наполеона Франции. Там же нашему царю памятник стоит в Париже. И вот после этого стали французы называть «Бестро», а потом наши взяли оттуда название, поскольку Россия всегда носила выкинутые Европой шляпки. Поэтому это такое принято оттуда. Вот оно когда пришло оттуда, или, скажем, женские сапоги, думаете, что они пришли из Европы, а в Европу откуда пришли? Из России. Вот сначала, когда они обратно вернулись, они стали тут модными. А пока они здесь были, были и не модными. Так, ну хорошо. Значит, мы вот с вами разобрались, что такое определение, что такое определённость. Определённость – это слишком мало. И знаем теперь, что такое религия, что такое религиоведы, что такое музееведы, что такое музей. Вот конфликтологи придут, мы их допросим по поводу конфликта ещё. Но они знают. Эти конфликтологи у меня дважды и философию слушали, и конфликтология я им читал. Поэтому они знают уже, какие требования. Но это не факт, что они помнят. Вот спросишь, мы ещё проверим с вами, запомним это. Злость затаим и будем их мучать. Я даже скажу, что вот они не пришли, а вот тут, значит, вы пришли, а вот на вас я направлю. А их нет, они вроде как не, а мы ещё с ними разберёмся. Так, ну вот требования какие. Итак, мы подходим вот к любому тексту, который мы берём. Очень внимательно. Не спешим. Наш благородный университет и наш замечательный институт выделил нам с вами сколько часов на изучение классического текста Маркса, Энгелес, Немецкое дело. И вы поняли? 56. Вот я, как преподаватель, читаю лекции, обычные, регулярные, в семестр еженедельно по два часа. А у нас с вами 4. То есть чувствуете, как хотят нашу глубину углубить, а высоту повысить. Поэтому мы должны спокойно, основательно разбирать. Вы подготовились, могу я вам дать предоставить здесь вот трибуну, и вы нам расскажете про тезисы о Фейербахе. То есть можете смотреть конспекты? А? Можно смотреть конспекты? Ну, если хотите, как Брежнев, можете их, нет, можно. Потому что тут у вас конкретные формулировки, конечно, и без контекста. Да, можно смотреть, пожалуйста. Чувствуйте себя свободно, называйте себя с фамилией, имя, и выступайте. А я в вашем же полу. Я не получил выступление, я могу просто, как на семинаре, пересказать именно конспекты своих соображений. Ваши свои собраны, мои что ли, будете перескать? Свои, конечно. Вы самостоятельно исследоваете, у вас третий курс. Считайте, что мы тренируемся, у нас скоро защита. Ну, скоро, через год, правильно? А защита – это ответственное мероприятие. А сейчас безответственное. Какая ответственность у вас? Вы сейчас что-то не то сказали. Ну и что? Если студенты говорят не то, это плохо, это нормально. Потому что, если преподаватель, кричит, несет какой-то околесец, он скажет, что закончил, и уже какую-то чушь несет. А студенты? Это кто такой студент? Это что? Это философ становления. Он еще обучается. Да. А если он обучается? Следует, но он, естественно, делает ошибки. И это нормально. Так, у вас микрофон есть. К мир к вам, дженый, вы ко всему миру, пожалуйста. Маркс подвигает один. Сначала себя как вас зовут. Маркс, мы тоже. Маркс Карлос. Вас как зовут? Олег. А? Олег. Ну, полностью их армия. Смоленков Олег Владимирович. Третий курс в направлении религио-ведения. Институт философии. Пурский экстерстный университет. Вот эта часть уже получилась. Так, ну, подисловие к работе Карла Маркса и Федриха Энгельса «Немецкая идеология. Тезисы о Фейербахе». Маркс выдвигает 11 тезисов о Фейербахе. То есть он критикует Фейербаха и в каждом из тезисов опровергает какую-либо из идей Фейербаха. То есть, допустим, в первой, ну, я все-таки буду пересказывать именно по тезисам, то есть он утверждает, что Фейербах фактически отвергает фактическую деятельность. То есть для Фейербаха, насколько я понял, не существует труда, ему не уделяет никакого внимания, он считает, что человеку просто присуща именно созерцательная деятельность, что Фейербах – это такой идеалист, который просто не видит жизни, в то время как Маркс… Это идеалист, а там нет. Ну да. Фейербах – фейербах, материалист, это однозначно. И у Маркс нигде не говорится, если вы такое утверждаете, вы же конспектом где-нибудь развеетесь, напитываете, что Фейербах. Нет, он только говорит, что созерцательный материалист. Он такой созерцательный материалист, это же не идеалист. Я гляжу на материю, ради этого я идеалист. Я ее гляжу. То есть его главный упор к Фейербаху в первом тесте, что Фейербах считает присущий человеку именно теоретическую деятельность. То есть Маркс говорит, что Фейербах вообще не… Да, Фейербаху незнакомы слова «революция» или фактическо-критический подход, то есть что Фейербах, видимо, хочет просто созерцать действительность, как-то анализировать собственное мышление и вообще не стремится как-то преобразовать, улучшить. Это дело… Он критикует Фейербаха, потому что он Фейербах, или потому что это широко распространенный подход к жизни, как вы его считаете? Ну, он критикует… Все, где он… Профессиональный подход к действительности, это… Да, он… Или только у тех, у Фейербаха, или тех, кто знает, кто такой Фейербах. А если я не знаю, кто такой Фейербах, не может у меня быть созерзательным. Вот я смотрю, как вы там выступаете, и вместо того, чтобы как-то вас, ну, помогать вам, или можно так критически поправлять, будет, да, давай, не говорите мне, да, я буду смотреть, что вы говорите. Это будет созерзательным. Правильно? А вы, а и те, которые вас будут видеть, тоже у них созерзательным. Что-то там, давайте, говорите, и так далее. А вы же не просто говорите, вы анализируете сами. У вас там не созерзательные. Вы же смотрите на эти тезисы не так, что они… Вот, конец на этом, начало и конец всего. Вы их анализируете. Это уже какое? Если анализируешь, это уже не созерзательные. То есть вы критически к этому подходите. Вы вовсе можете не согласиться с каким-то положением. Правильно? Другое дело, что не надо приписывать. Я почему вмешался, что не только он не считает, Лебахом, идеалистом, наоборот, он подчеркивает уже в первом третье, что как раз вот эту созидательную сторону, активную, субъективную сторону, да, деятельности человека, преобразование мира развивал идеализм. А материализм только вот, говорю, вот, материя прилична, все материя, мы ее должны поздновать, поздновать. Зачем поздновать? А как вы докажете, что вы ее познали, если вы не умеете ее преобразовать? Если вы не можете преобразовать, значит, вы ее толком и не познали. То есть сам вот этот взгляд преобразующий, он необходим для того, чтобы как следует и глубоко поздновать. Поэтому созерцательный материализм, он не глубок, даже как созерцательный. Ну, пожалуйста, продолжайте. Ну, во втором тезисе он обращается к вопросу о мышлении, то есть он называет как бы все эти размышления о том, как о соотношении мышления и практики чисто с холостическим вопросом. То есть, насколько я понял, он считает, что Фейербахт считает, как-то не связывает именно, недостаточно связывает именно практику и мышление, что для него важным становится именно тот вопрос, то есть давний философский вопрос о том, о человеческом мышлении, о способностях познания, о гоницах человеческого познания. То есть Маркс считает, что человеческое мышление прежде всего должно опираться на практику. То есть, наверное, человек не должен отвлекаться на философствование, а именно размышлять то, что он видит в этом материальном мире, то есть и анализировать именно с критических позиций. Анализировать, а преобразовывать. Анализировать, а потом преобразовывать. А если он преобразовывает и получается, значит, он правильно понимает. А если он преобразовывает и не получается, значит, неправильно и понимает. То есть, поэтому вопрос о преобразовании мира – это вопрос об истинности, как там, Маркс, посесторонности. Посестороннего мышления. То есть, это не истинность, это вот наше мышление. Только так, раз мы можем преобразовывать, и у нас получается преобразовывать мир, значит, мы правильно его отражаем. А какой еще критерий правильности? А как вы узнаете, правильное отражение или нет? Зеркало, разве не отражает мир? Отражает. Кривое зеркало отражает мир? Тоже отражает. И зеркало все равно, оно кривое или прямое, да? Там тоже есть отражение. Так вот, мы как узнаем, какое у нас отражение, кривое или прямое? Если мы можем, ну, преобразовывать мир, взяли и построили вот этот дом, в котором он в институте, в Ассоции. По стихийным образом. Вот что он будет построен. Тут были вот такие аудитории, коридоры, двери. Есть самые причудливые горы. Значит, такие камни, у них да, разверсия есть, да? Ну, чтобы такое было, это не мысль, потому что природа создала. Люди могут создать, доказывая посеусторонность мышления, что вот это мы не высшие силы, а человек может преобразовать мир в материальный мир. Человек, будучи элементом самой природы, но высшая форма развития материи, может не только отражать мир, но и преобразовать. И этим доказывает он истинность своего мышления. Вот эта идея, правильно? Потому что ваше выступление смысл его не в том, чтобы просто пересказать, потому что тут люди читали. Скажем, потом они вымутяты и сказали, что вы нам пересказываете? Мы сами читали. А в том, чтобы высказать уже свое критическое отношение к этим тезисам. Это Маркс, Ферма, а вы к тезисам Маркса критические отношения. Вы согласны с этим или не согласны? Нет, не согласны почему? Потому что у нас тут не религия, мы тут не обязаны соглашаться ни с тем, ни с Марфом, ни с Лениным, ни с Лениным просто так, потому что они, как мы слышали, про них и читали. Правильно? Мы берем конкретные совершенно мысли. Пока то, что вы делаете, вполне соответствует тем требованиям, которые предъявляются. В третьем тезисе Маркс упыкает Фейербаха в том, что он считает, что человек делает его воспитание, то есть человек формирует его всегда, но Маркс утверждает, что все-таки человек формирует не это воспитание, а что человек формируется в обществе, так как он считает, что Фейербах фактически хочет разделить общество каких-то абазованных и необазованных людей и отрицает то, что человек не может жить без общества и то, что именно общество делает, общество формирует человека, а не как считать Фейербахса или воспитание. Хорошо, да, продолжайте. То есть и Маркс считает, что и тут Маркс вводит свое понятие революционная практика, то есть он снова продолжает свою идею, он считает, что человек в обществе должен быть, главной целью человека в обществе должна быть это революционная практика, то есть практическое преобразование действительности в соответствии с потребностями человека и общества. В четвертом тезисе он говорит, что Фейербах, соответственно, делит мир на два мира, то есть какой-то идеальный религиозный мир и земной мир. И Фейербах утверждает, что религиозный мир идеален, а земной мир совершенно не идеален. И тут Маркс катекует Фейербах, то есть говорит, что вот, пожалуйста, у Фейербаха есть идеал для мира, то есть именно этот потусторонний мир. Почему же Фейербах не предлагает его преобразовать? То есть сделать, насколько я понял, то есть если у человечества есть идеал, почему оно не предпринимает все усилия, чтобы в этом земном царстве создать тут идеальный мир? Ну это прямо у вас подходит к вашей тематике, правда? Да. То есть религи говорят, ничего, что у вас там все трудно, тяжело, зато на том свете будет легко попасть. Вот вы должны попадете в рай. Ну и все. А если у кого-то много денег, то ведь богатому попасть в рай, это все равно, что верблюду труднее, чем верблюду пройти через угольный угол. Поэтому богатым, к примеру, не светит попадание в рай, поэтому они сейчас должны накапливать богатство. Давайте деньги дайте им, потому что вы совершенно в раю будете, вам-то чего. Дайте все деньги сюда, и они будут жить хорошо, потому что им вот у них вот закончится жизнь, а у вас жизнь будет вечная. И у вас вечная, а у нас с вами не вечная. Мы тогда не проговорим. Так, хорошо. Ну, в пятом тезисе он обращается именно к чувственности, ну то есть это очередной упрек созерцательности Фейербахта, то есть Маркс говорит, что чувственность должна носить именно фактический характер, то есть человек должен использовать свои чувства, чтобы получать информацию, чтобы критически мыслить. Что-то информация является, что? Ну да, да. Как ты говоришь информацию? Нет. А что ты тогда? Ну, представление об окружающей мире. Ну, хорошо. Так, ну, и в шестом тезисе Маркс катекует за то, что Фейербах, за то, что он как бы рассматривает как человека, как индивидуальный, то есть он, у него просто есть какой-то человек, который существует вне общества, и ему Фейербах именно приписывает какое-то религиозное чувство, то есть Маркс не может это понять, он считает, что, задается вопросом, что это вообще за человек, потому что человек не может быть оторван от общества, что человека можно осматривать только как часть общества, как субъекта общественных отношений. Да. Так. Ну и в седьмом, в седьмом тезисе он катекует мистицизм, то есть он считает, что все равно все ритуалы, то есть ритуалы, обряды, то есть фактическая сторона религии, не могут сводиться к какому-то мистицизму, и что все равно их происхождение есть какое-то разумное объяснение, то есть фактически это формы общественных отношений людей, то есть люди объединяются, допустим, для ритуала или для обряда, чтобы получить какое-либо благо, то есть он продолжает эту идею и в восьмом тезисе, то есть пост еще раз говорит, что религия все-таки религия тоже носит фактически характер, она сформирована обществом, то есть и что он не верит, что у человека есть какое-то врожденное религиозное чувство, которое толкает его к религии, ну, не знаю, мне бы хотелось все-таки сказать свое мнение, что если так подумать, то, конечно, религию можно считать общественным продуктом, но многие философы считали, что, наверное, все-таки у человека есть какая-то тяга, что ему всегда хочется чувствовать над собой какую-то высшую силу, переложить на нее ответственность за свою судьбу, так что мне все-таки кажется, что да, неплохо будет соответственность принадлежит нарушить себе тоже что ну, так что мне кажется, что все-таки у человека присутствует это какое-то вожденное религиозное необязательно не обязательно религиозное чувство но может быть страх смерть страх неизвестность у всех людей присутствует да но если реально каждый человек может создать хронотический мир правда ну да а может создать хронотический мир который как бы сообщаться задавали религиозное не отдельно какой-то мир каждый естественно это уже некое общественное явление потому что все же придерживаются догматов религии верите иначе надо иначе верить это правильно то есть совсем другой принцип то есть мы должны понимать особенность религии отличие от науки а в науке если вы догматик скажете зачем нам это допустим посмотрите если человек который давно сформулировал и ничего нового не сказали то тут требуется новизна науки в любой правильно пока еще дипломная работа не требуется у вас кандидатской у вас нет новизны и вам не защитите кандидатскую все так ну в девятом тезисе он говорит что именно в девятом тезисе Маркс рассматривает свой термин то есть он считает что есть как бы общечеловеческое сообщество то есть он критикует Фейербах именно за то что он рассматривает по его мнению какое-то мифическое гажданское общество которое есть как бы сборище индивидуальности то есть просто Фейербах рассматривает человека как какую-то индивидуальность и вообще не уделять должного внимания обществу то есть общество у Фейербаха сформировано из каких-то индивидуальностей которые даже как будто бы друг с другом не взаимодействуют никак друг друга не влияют в то время как Маркс считает что Маркс считает что все-таки человек как уже было сказано в предыдущих тезисах человек формируется и да поэтому человек просто не может существовать без общества и не быть субъектом общественных отношений и ну и дальше он продолжает ну он эту идею развивает и в десятом то есть то есть еще раз это определение того что такое гражданское общество Фейербаха и что и что по его мнению чем по его мнению является именно это общечеловеческое общество то есть он постепенно подводит эту идею к последнему одиннадцатому тезису то есть он формулирует задачи для этого общечеловеческого общества то есть ну что мы должны активно преобразовывать мир поводить эту революционную деятельность то есть стремиться к лучшему они как а не просто созерцать как как предлагают по его мнению Фейербах ну и у меня вопрос к вам в чем сущность человека вы изучили ты из себя Фейербахи сделали доклад очень удачно я считаю доклад как это полезно нам тем было интересно и приятно послушать и уже ваше деятельность преобразующая она может взяться за некоторый образец не для того чтобы на этом образце остановиться чтобы пойти дальше развиться дальше совершенно ну вот поскольку вы продемонстрировали свою глубину понимания рассмотрения могли бы ответить на вопрос в чем сущность человека то есть именно в чем сущность человека вот вопрос я вам задаю вопрос в чем сущность человека ну или нити можно я в себе прийти а? мы сейчас приём сейчас в сущность может в себя они не в during а где вы были далеко сейчас они в себя они были не в себе а где они вот там где radio а сейчас они в себе красиво подходит подходит наоборот но все отмечаешься должен подходить в себе в идее так ну так в чем сущность человека молодые симпатичные девки они отказываются вашу функцию выполнять может быть сущность человек в его индивидуальности каждого человека сидели думали как вы сказали он уже встал на вашу сторону сразу я виноват если никто не выучить я виноват и беру ответственность на себя за все плохое есть недостатки они проявляются в препаравании учу учу а не все получается а что делать ну тогда на вас надо позволять зачем спасибо большое вот он показал пример и мы очень ценно что вы сказали в чем сущность в общественных отношений потому что что такое человек определение человека это одно это его бытие а сущность это другое а в жизни человека мы знаем в человеке есть животное трудящееся говорящие да и разумное а сущность в чем может отличать где я человека его сущность а сущность человека не вот не вы не в него индивидуальности в том что общественно сущность человека в обществе какое общество такого человека так что это очень важно что отметили наши товарищи но мы сейчас их попытаемся а вот товарищи которые сейчас подошли возможно я вас прошу вы уже высказались а конфликт не могли бы сказать что вы вообще философ или или не философ я не спрашиваю я спрашиваю философ или нет да или нет но не надо уходить от вопроса то что что не понял как это в определенной степени взяли это в степень перевели но 5 5 на 13 процентов я философ на 85 конфликтовых так что надо понимать что-то в их количество свели вопрос принципиальные вопросы вы философы принят я вас спрашиваю так становление философ только я хотел вам предложить выйти думаете не философ ты чутки на философ в институте философии не согласились не в институте философии зачем сюда пришли философ какой вы философ теоретически или прикладной да я знаю только интересные задают а вы прикладной философ или теоретический прикладной а вот какой у вас к чему прикладывается философик вот молодец но прекрасно все вот все понятно мы тоже философ но слава богу вот все наконец тут показать все оказались философы мы со среди своих же как хорошо а у нас разные вся тематика смотрите вот это религия беды они знают что такое религия это конфликтологи они знают чтобы конфликт сейчас мы спросим что такое конфликт и проверим потом это то что я экзамена у них понимает а все ерунда они могут уже и забыть конфликт что такое это когда это когда это это только весна лето осень отвечает на вопрос когда обострившиеся противоречия при котором зима момента заменяется аргументами силы ну как вот вот обратите вы говорите при котором то есть у нас это вот противоречие стоит рядом с конфликтом которые 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 как в котором они при котором при котором она уже до условия этого которая да то есть вот видите люди знают прошли через экзамены и знаешь сколько конфликт редкий случай да знают но он на вопрос насчет философа видите проявляли колебания колебания как трудно пойду вот к директору скажу сергей иванович у нас народ тут на факультете хочет поднять бунт потому что с кого не спрошу они не философы вообще чем мы набрали тут все у нас тут ходит до отнять у них у всех удостоверение тогда пусть идут на все четыре стороны кто не философ философ оставить вот философ изучает такое крупное историко культурное явление как религия вот товарищ продемонстрировал что он вполне философски подходит пониманию религии правильно вот товарищ изучают историко культурное наследство музеологи они знают спросите у них что такое музей они вам запросто скажут вот предскажите им что такое музей они вот удивятся они ведь не знают вот я сейчас их спрошу они ни за что не скажут не скажут скажите первое не понял что это такое это общественное учреждение у вас какой-то памятник что что институт памяти институт памяти институт мозга институт коры головного мозга институт философии общественное учреждение ну это вы уже потом можете говорить что это институт памяти можно назвать все это вместе институт памяти да как бы такой символ но вообще-то это общественное учреждение или не общественное общественное он хорошо вот так вот у нас становится ясно ну вот смотрите что мы получили на сегодняшний день значит мы рассмотрели у вас конечно был маленький недостаток вы сказали что это предисловие книги это не предисловие это отдельная работа отдельная работа товарищи которые издавали собрание сочинение маркса энгельса посчитали как издатели что вот эта работа самостоятельно отдельная работа маркса коротенькая а несмотря на то что она коротенькая она не может служить просто принесло именно нам фактически предпосылкой является для вот это еще немецкой диалоги то есть то что сформулирован в тезисах отель что такое кто-нибудь вот что скажешь такое ты вздавать она вас нападу позже пришли тезисы вам надо оправдаться в тезис это что такое тезис нет один то есть что это такое не слышали такое слово очень часто даже что такое достаточно правильно то есть это мысль но какая мысль как что-то чертать какая это кратко выраженная мысль тезис правда потому что мы сможем развести будет одну мысль можно изложить пространно это кратко выраженная мысль поэтому вот когда вы составляете планы своих работ наконец у вас пункты 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 и наконец вот тезисы вот все мысли которые будут у меня в работе как вот маркс там раз на одной страничке а потом вся деятельность его в течение всей жизни это развертывание этих тезисов правильно если он выступал за революционное преобразование мира он пошел международное товариство рабочих они с марксом энгельсом писали коммунистический манифест так они участвовали в создании германской социал-демократии дали критику эрфордской программы энгельс и критику годской программы маркс где он например указал на то какие фазы проходит коммунистического общества с ценов и переходный период капитализма коммунизм потом низшая фаза коммунизма потом высшая фаза коммунизм и то что потом стало происходить полностью укладывается в том что что марксом аркаде лишь сколько нибудь при коммунизме хоть сколько-нибудь дней нет то есть это вот если на ухо это такая сила которая может предсказать и предугадать что будет происходить то предугадывала и предсказано с колоссальной точностью в этом смысле хотя предсказать можно предугадать только опираясь на диалектику это же тезис это переход к какому материализму от созерцательна какому как называется материализм который вот уже у маркса энгельса созерцательный новый на какой новый боку как как называется можно я скажу диалектический материализм то есть вот эта преобразующая сторона как раз что это вот не так он смотрит на мир только с одной с точки зрения того что мы только отражаем как лужа каждое луже отражает все время солнце небо звезды и правильно отражать правда нельзя же так рисовать человеческое человека содействующего в обществе вопросов как по кому-нибудь лужу который отражает любое озеро отражает что происходит правда над ним деревья склоняются птицы летят и эта птица в воде отражается созерцательный материализм он не далеко ушел от того что и имеется просто природе свойства отражения этим обладают любые предметы а вот преобразующие сторона деятельность человек вот она отражается диалектический материализма для того чтобы материален был диалектическим что нужно вот сделать такой шаг который маркс идет это второй шаг первый шаг был какой у маркса и энгельса они же были изначально идеалистами или материалистами идеалистами младо гегельянцами и хотя потом маркс говорил что они перевернулись марксом гегеля поставили с ноги с ног на голову но лучше сказать что они сами перевернулись если были идеалистами потом стали прочитали фейербаха которую так это и здорово не критикует и он этот фейербах явился отцом их этого переворота так них не сами перевернулись они прочитали сущность христианства фейербаха и стали из идеалистов материалистами потом в немецкой идеологии критикуют этих идеалистов вовсю хотя сами были до этого идеалистами а идеалисты уже от религии матафи меня отличается промесли идея это очищенный фантазия так сказать не просто какой-то буха идея идея она миром править она им управляет можете эту идею богом читать может не считать или разные религии считают эту вот идею который миром управляет и называют разными именами идея она создает материальный мир потом она развивается от материальный мир до человека человек отражает мир тогда он отражает эту идею и идея приходит сама к себе вот так сказать замкнутая идеалистическая конструкция вполне совместимая с религией и поэтому можно сказать что это вот идейная основа философская уже основа религии или философское выражение религии очищенные там увесить никаких атрибутов не надо неважно есть у вас там соблюдаете обет нет у вас души должен бог есть тоже все и даже гегель рассматривается определение бога вот очень было распространено определение бога такое что бог это есть совокупность всех реальностей а до этого гегель доказывает что каждая реальность есть отрицание например вот я могу про вас сказать что вы умная это быть реальность а могу сказать что вы не глупая вам что больше нравится первое первое а мысль одна и та же то есть одно и то же качество может быть выражено как реальность и как отрицание и вот на этом основании гегель указывает представителям религии которые утверждают что вот определение бога как совокупности всех реальностей содержит такую реальность как существование бытие и тогда он и есть если называется доказательство бытия божьего то есть как бы решили научно доказать не просто через верование и просто тут то что я так предполагаю есть такой догмат к нет дака как бы доказать что есть бог и гегель говорит но если это совокупность всех реальностей то бог и совокупность всех отрицаний а кто это вот сейчас к вам обращать тут совокупность всех отрицаний как то что выступает как совокупность всех отрицаний. Сказать? Дьявол. Согласны? Ну, свободно всех отрицаний. Все, воплощение зла. Свободно всех отрицаний. Дьявол. А ну, поскольку он был профессор в буржуазном обществе, в Берлинском университете, он на этом ставит точку и не начинает из этого делать выводы. Никакие. Просчет Бога. А поехали дальше. А вы уже сами, кажется, умные поймут, а дуракам не надо и объяснять. А то они не то поймут и не то скажут. Так что, смотрите, мы находимся в такой преобразовании. Вы сейчас находитесь, как вы правильно сказали, на этапе становления. То есть становится мировоззрение. Мировоззрение. Вы становитесь философами прикладными. Но такими, которые не забудут. Почему бы они не прикладывали философию, а не философы все-таки. А иначе мы с вами не друзья тогда. Я философ. Вы не философы. Мы сейчас драться будем. Тут, знаете, эти религиозники, эти, значит, музейщики. И все. И мы разозрались. А на самом деле мы все философы, свою философию мы применяем для исследования разных. Объект у нас один, а предметы разные. То есть, вот преобразование и относиться, скажем, к Марксу и Энгельсу, как некоторые, обогатворяете его. Вот, скажем, те же самые. Многие коммунисты, значит, молятся на Маркса и Энгельса, как будто они религиозные образы. А Ленин, например, не молился. Например, вот в этой работе, в немецкой идеологии, вы скоро прочитаете, что Маркс и Энгельс без особенного доказательства утверждают, что революция будет сразу во всех странах развитых. Произойдет коммунистическая. А Ленин, есть такая его работа, о лозинге Соединенных Штатов Европы и военной, особенно военная программа пролетарской революции, объясняет, что в условиях империализма, а Маркс и Энгельс империализма не знали и не видели. Они видели только капитализм свободной конкуренции, когда есть конкуренция, а если конкуренция, то один побивает другого. Вот если мы с вами конкурируем. Это не социалистическое соревнование, соревнование социалистическое, это я вам помог, чтобы вы выросли, вы мне помогли, я вырос, мы вместе делаем, все хорошо. А если конкуренция, то или я, или вы. Или я вас смогу победить, вот я ниже цену установлю, вы молодая и красивая, никто к вам не пойдет, а пирожки будут у меня покупать. Но вы, конечно, тоже снизите, а вы снизите, и у вас будет маленький доход, вы умрете с голоду. А я тогда, вот монопольно завладея этой отраслью, и тогда я цены вздую, вот такие, и обогащусь. То есть тот человек, который за конкуренцию, последовательной, сторонней конкуренции, должен понимать, что конкуренция приводит к монополии. А у нас люди, которые могут, говорят А, не умеют сказать Б. Если вы за конкуренцию, значит вы должны понять, превратиться в монополии. Капитализм свободной конкуренции превращается в монополистический капитализм. Как он называется? Как называется монополистический капитализм? Одно слово. Сказать? Империализм. Одно слово. Империализм. Этой стадии Маркс и Энгельс не знали. От этого он, того, что он империализмом, он не перестает быть капитализмом, но это капитализм, в котором господствует монополии. Общество господствует монополии. И это другой, в этом смысле уже другой капитализм, не тот, который был изначально. И здесь есть неравномерность развития. Но поскольку в основе лежит товарное хозяйство, в товарном хозяйстве есть неравномерность развития. Но она касается отдельных товаров. Одни больше, другие меньше. Производство одних больше, других меньше развивается. Отдельных предприятий. А теперь она при империализме касается целых стран. Не может быть одновременно созревания революции сразу во всех развитых странах. Не может быть. А только первоначально в одной, в отдельной взятой стране. То есть Ленин написал то, что прямо противоположно тому, что пишет Маркс и Энгельс. И что из этого следует? Из этого следует, что марксизм или ленинизм догматизмом не является. Какой же догматизм? Отцы-основатели сказали, что во всех. А тут, понимаешь, и Ленина, и Сталин, которые продолжатели дела. Ленина, и Маркса, и Энгельса. Они говорят, нет, 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 в одной стране. А вот те, кто догматых продолжали, как Троцкий, говорят, это мировая революция. И пусть это вот Россия сгорит в огне мировой революции, зато мы разожгем мировой пожар. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. И пусть все сгорит. В России сначала пусть сгорит, а там видно будет. Мы патриоты, но чего, патриоты мирового пратриота. Знать не знаем мы этой России, пусть она горит синим пламенем. Ну и, скажем, партия большевиков, которая была в России, рассталась с такими представителями такой концепции. И они, как говорится, были высланы из страны, тот же Троцкий. Хотя вот эта идея мировой революции у нас сейчас среди левых, левоватых и так далее. Полно представителей этой вот концепции мировой революции. Есть, например, такая революционная рабочая партия, РРП. Вот, а это вот как раз партия Троцкийская, которая сегодня вот эту самую идею развивает. Они могут сказать, мы ведем себя от Маркса, Энгельса. Они Ленина не употребляют слово. Маркс, Маркс, Маркс. А Ленин, он что, отступник? Ну, если бы это было религиозное течение, сказали, как же так? Он догмат, подверг сомнению, отказался. Еретик, да? Но, скажем, это вот марксизм как научное течение, как научное течение человеческой мысли, оно не догматическое течение. Поэтому тут вот это вот так совсем по-другому понимается, что действительно только вот с этим Тейсом не согласился Ленин, не согласился не потому, что оно было вообще неверно, а вот тогда было верно для капитализма свободной конкуренции, а для империализма уже неверно. То есть есть исторические границы верности тех или иных идей. А когда Маркс и Энгельс, они же здесь совсем были молодые. Эта немецкая идеология, они ее в изданном виде не видели. Вы обратили внимание, когда издана она? В каком году издали немецкую идеологию? Кто и где? В Советском Союзе издали в 30-х годах. А Маркс и Энгельс написали эту вот рукопись и предоставили грызущие критики мышей. И там есть такая иллюстрация, страница, которая обгрызена мышами. То есть в буквальном смысле слова, они где-то лежали, эта рукопись, и кое-что пропало из этой рукописи, потому что мы мыши грызли, и поэтому там не разобрать уже ничего. Куска нет. У вас есть такие рукописи, которые вы написали, вот такой толщины, и вы никуда ее не подавали, не издавали, ничего. Есть? Нет? Может, у вас есть? То есть ребята, они простые были, поэтому мы изучаем, не случайно, способные, по крайней мере. Не, так сказать, ничего, мы напишем. Вот они святое семейство написали такой же толщины, и оно было издано при их жизни. А это, так сказать, написали для уяснения вопроса самим себе. Скажем, Маркс, когда писал «Капитал», чего он только не написал. То есть там была критика политической экономии, работа написана сравнительно небольшая. И было две больших рукописи, 63-64 годов, и 57-59 годов, экономика, философские рукописи. Очень интересные, там вот определения можно оттуда взять, очень многие. А они и издавал их Маркс. Маркс потом написал план и создал «Капитал», три тома. А издал при жизни только один, первый. А дальше Энгельс мучился с этим вторым и третьим томом, «Капитал» чуть не ослеп, доредактировал, ну, чтобы приготовить к печати. Можете себе представить, два тома. Третий том вообще огромнейший. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Ну вот, подводя итоги нашего сегодняшнего занятия, значит, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что товарищи, которые сегодня отвечали и выступали, правильно поняли свою задачу, правильно поняли. Олегу я объявляю благодарность за несение в память. И это будет учтено на зачёте. У нас всё хорошее, оно всегда помнится, товарищи знают. Помнят. Оно не хорошее дело, они же... Хотя вот известная старуха Шапокляк, она поёт другую песню. Хорошими делами прославится Илья. Но мы на этой точке зрения не стоим. Это мифология. А у нас наука. У нас хорошее дело сделано, значит, надо быть оценено, правда, положительно. Вот, поэтому я всех благодарю. Хочу вам посоветовать вот такую возможность, которую сегодня Олег использовал. Вы подготовились, встали, выступили, предложили. И когда вы предлагаете, мы здесь сразу говорим, мы записываем, это вывесим в интернете. Значит, если мы вывесим в интернете, вы понимаете, что вы вступаете не перед Вановым, Петровым и Сидоровым, но несколько более широким кругом людей. Поэтому не надо, чтобы явно эту ерунду пороть. Так, грубо говоря. То есть надо стараться доказывать, обосновывать. Ну и на уровне находиться. Третий курс, это же вы уже, кто, перевалили через половину? Хоть вы и в становлении, но вы уже завершаете свое бакалаврятство. Вам остался там еще год, и все. Ну и надо быть, вы достойны быть Института философии Санкт-Петербургского государственного университета, который готовит президентов, премьеров и начальников следственных комитетов. Товарищ Бастрыкин. Он у меня был партийный начальник. Он был сам секретарем Порткома по идеологии, а я был вот на этом факультете, на экономическом заместителе секретаря Порткома. Я к нему ходил все время, он был непосредственный начальник по идеологии. Так что у нас, так сказать, тут база такая идет. Поэтому вот на вас все смотрят, все ожидают. Значит, задача какая? Во-первых, если будет желание еще раз вернуться к трейсам Афербахи, то можно выставить и по трейсам Афербахи. А если нет, то значит надо взять следующие темы. У вас, скажем, в программу я вам дал, там вот следующие темы, взять что-нибудь из следующих тем, ну, взять какую-то проблему, ее изложить. Никто вам не говорит, что вы должны так вот идти по тексту и этот текст излагать. Для чего излагать? Он написан. А вот какие-то мысли, соображения, какие у вас рождаются, поскольку это ваше отношение к этому тексту, и вы должны не пересказывать, что сказали Маркс Энгельс, а анализировать, что они сказали. Тогда это наука. Так что вот это ваш анализ, ваш вклад. Вот такая просьба и требование. Просьба передать товарищам, что мы их приветствуем. Сожалеем, что очень серьезные обстоятельства не позволили им сегодня поучаствовать. Если они и дальше не будут позволять, то у них будет еще более серьезные обстоятельства. Так и вы передайте. Сохраняй. Так, спасибо всем за участие. До следующего раза мы с вами встречаемся в понедельник. Мы с вами все время будем встречаться и все анализировать, анализировать, анализировать и повышать свои уровни, повышать и повышать. Уже люди знают, что такое музей, ушли обогащенными.